Я открываю планеты с помощью космического аппарата Кеплер. Это космический телескоп, наблюдающий более 150 тысяч звезд одновременно, измеряющий яркость каждой из них раз в 30 минут. Мы ищем характерное уменьшение яркости, которое происходит, когда планета, вращаясь по своей орбите вокруг звезды, проходит прямо между диском звезды и телескопом. Планета отбрасывает тень в космос, тень проходит по объективу телескопа, и мы видим этот сигнал как уменьшение яркости, которое имеет характерную форму и повторяется при каждом обороте планеты. Кеплер имеет четко определенную цель – вычислить процент тех звезд нашей галактики, возле которых есть потенциально обитаемые планеты размером с Землю. Кеплер может измерять размер, то есть разиус планеты, и период ее обращения по орбите. Мы узнаем размер, изучая то, насколько планета затеняет звезду, и узнаем орбитальный период, измеряя промежуток между затемнениями. Так что Кеплер относит планеты к земному типу просто на основании их размера и орбиты. Мы ищем миры, которые примерно размером с Землю. Миры, которые, как мы думаем, будут каменистыми, твердыми, и имеют орбиту, на которой они получают примерно такое же количество энергии от звезды, которое Земля получает от Солнца. Наше определение планеты земного типа будет меняться по мере роста наших возможностей. Мы собираемся построить инструменты, например, для вычисления характеристик атмосферы. Мы будем искать кислород, азот, вычислять уровень углекислого газа, и когда мы сможем это делать, наше определение планеты земного типа станет более точным. Тогда мы станем искать точные аналоги Земли. Я не знаю, найдем ли мы другую, пригодную для жизни среду при моей жизни, но я твердо верю, что у нас есть неплохой шанс найти свидетельство внеземной жизни в течение нескольких будущих десятилетий. Мы знаем, как это сделать. Мы не ограничены нашим воображением, технологией, только ресурсами. Открытие новых миров заставляет меня любить наш еще больше и позволяет мне увидеть со стороны, как тонко сбалансирована жизнь в этом уголке космоса, насколько подходящие здесь параметры среды, такие как температура и давление. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok